Глубоукважаемые коллеги, я на самом деле решил немножко все-таки конкретизировать, поскольку эта тема достаточно обширная, она из тех даже данных, которые есть уже сейчас, должна затрагивать и колоректальный рак, и аденокарциномы легкого, и рак молочной железы. Поэтому для того, чтобы эти 20 минут не утопить в разнородной информации, я решил несколько сузить тему и рассмотреть использование транскрипционных факторов, некоторых неканонических, которые в широкую клиническую практику пока не вошли, при раке молочной железы. Единственное, что хотелось бы сразу сказать до самого начала, что все эти работы, которые посвящены использованию транскрипционных факторов, за исключением рецепторов эстрогена и прогестерона, при раке молочной железы, или ТТФ для определения потенциальной чувствительности к алимпте при аденокарциноме легкого, или CDX2 при определении потенциальной чувствительности к фолфокс, фолфире, при метастазах безвыльного очага ниже диафрагмы, они все сделаны на довольно небольших группах больных. То есть это не рандомизированные какие-то крупные исследования, проведенные на тысячах пациентов, это обычные институтские исследования, и тут мы как раз сталкиваемся с проблемой воспроизводимости и достоверности исследований этого рода, доверия тем или иным клиническим учреждениям. И вот то, что делаем мы в своей клинике для рака молочной железы, сталкивается с теми же самыми проблемами. Поскольку у нас была проведена внутренняя калибровка наших тестов под клинический ответ, и наши химиотерапевты хорошо ориентированы в клиническом течении гормон позитивных, или HER2 позитивных, больных с раком молочной железы, то вот этот вот у нас где-то было года полтора-два, когда эти подходы притирались друг к другу, и сейчас они работают эффективно. Но, к сожалению, до настоящего этапа воспроизводимость этих подходов, она под большим и большим вопросом, поэтому я, так сказать, призываю вас с осторожностью относиться к тем данным, которые я здесь буду представлять. Ну, первое, что определение предсказательные факторы предоставляют информацию о вероятном ответе на специфическую терапию, естественно, до лечения. Их можно условно разделить на два типа, и это, так сказать, очень важный момент. Транскрипционные факторы, ну и вообще любые предсказательные факторы могут быть как непосредственно мишенью для действия того или иного агента. Ну, если касаться нашей темы, рецепторы эстрогенов, они, естественно, являются прямой мишенью для селективных ингибиторов эстрогеновых рецепторов, в том числе и для тамоксифена. И, с другой стороны, они могут выполнять роль маркера, что случается гораздо более часто с транскрипционными факторами. И те же самые рецепторы эстрогенов могут выступать и в этой ипостаси, и быть потенциальным маркером чувствительности к ингибиторам ароматазы, хотя для самих ингибиторов ароматазы мишенью непосредственно они не являются. Ну, вот одна из таких наиболее цитируемых работ Мэтью Эллиса, которая показывает как раз вот эту двуликость эстрогеновых рецепторов, когда мы видим, что при высоких уровнях, таких как по Оллиду 6, 7 или 8 баллов, эффективно у этих пациентов, пациенток как тамоксифен, так и литрозол, в то время как при низком уровне экспрессии рецепторов эстрогенов уже, так сказать, их функция как непосредственное мишенье значительно падает или полностью нивелируется. Но за счет каких-то других эффектов, возможно, за счет того, что экспрессия рецепторов эстрогенов у этих пациенток сохраняется в строме опухоли, которая способна оказывать непосредственное паракринное влияние на опухолевые клетки или еще в результате каких-то непонятных пока нам эффектов, ингибиторы ароматазы продолжают действовать на этих больных, то есть рецепторы эстрогенов, когда их больше, чем в 1% опухолевых клеток, все равно являются маркером чувствительности, хотя и перестают быть мишенью. Ну и вот один клинический пример, да, когда мы видим некоторый, так сказать, рак молочной железы, достаточно агрессивный, так сказать, по морфологии Грейт-3, где вот среди опухолевого поля более-менее достоверно одна клетка окрашена, да, то есть, ну вот, может быть, еще одна под вопросом, то есть тут скорее в целом, так сказать, на круг меньше 1%, и опухоль должна расцениваться как эстроген негативная, но с другой стороны, в ней есть, так сказать, экспрессия рецепторов прогестерона меньше 20% опухолевых клеток, да, то есть она, но больше 1%, то есть она прогестерон позитивная, андрогена нет, HER2, так сказать, минус 67-48%. Вот клинически что это такое, да, это люминальный тип рака молочной железы или нет? Потому что с точки зрения сангальевских рекомендаций, по идее, это люминальный рак, и люминальный B, независимо там от КИС-67, да, в нем все-таки есть какой-то прогестерон, а в сангальевских рекомендациях стоит экспрессия рецепторов эстрогена и или рецепторов прогестерона, да, поэтому это должен быть люминальный тип, но с другой стороны, постоянный спутник люминального рака, рецепторы андрогенов полностью отсутствуют, и вот какой выход клинически из этой ситуации, когда мы исследовали только четверку наших маркеров, да, эстроген прогестрон ХЕР-2 и КИ-67. Так сказать, какое решение принять клиницисту? Это на самом деле очень интересный вопрос, и здесь, так сказать, можно было бы пойти по самому простому пути, посмотреть, каким клоном были исходно исследованы рецепторы эстрогенов, и, так сказать, помятуя о том, что в целом ряде работ, да, было опубликовано, что разные клоны антител имеют, так сказать, отличный от нуля процент ложно-негативного результата. Взять другие клоны, например, там, Даковский 1D5 или 6F11, новокастра, да, производства, покрасить ими и где-нибудь увидеть эстроген-позитивность. Потому что прогестрон-то есть, либо можно, так сказать, попытаться обратиться к биологии опухоли и попытаться каким-то образом ее детализовать и посмотреть, что там вообще с другими биологическими ее особенностями. И тут, так сказать, непосредственно мне хотелось бы подойти к определению понятия транскрипционные факторы, да, и, так сказать, показать, каким образом их можно, хотя и для этой больной абсолютно неуспешно использовать, чтобы определить биологический потенциал опухоли. Ну, первое, что транскрипционные факторы – это белки, которые связывают со специфическими участками ДНК, чаще всего энхансерами или промоторами, кодируют синтез матричных РНК, и для запуска транскрипции необходимо кооперированное взаимодействие нескольких транскрипционных факторов, которые обязательно должны относиться к двум типам. То есть нужны и те, и те пионеры – это белки, физически взаимодействующие с компактным хроматином и расплетающие его, и мастер транскрипционные факторы, в частности, к ним относятся рецепторы эстрогенов. Ну вот, на схеме можно это показать следующим образом, что к эстрогену чувствительным элементам в геноме, да, в компактном его состоянии, так сказать, подходят транскрипционные факторы, такие как ФОКСА1 и ГАТА3, расплетают его и делают доступным для уже взаимодействия с эстрогенными рецепторами и целой другой плеядой кофакторов, и таким образом запускается экспрессия эстроген-зависимых генов. И на самом деле я, так сказать, не зря на этой схеме изобразил эти два ключевых фактора, они, так сказать, без них вообще в принципе невозможна активация вот этой гормон-зависимой программы. И когда мы посмотрели их экспрессию в этом конкретном варианте рака молочной железы, да, для начала, конечно, мы пошли по первому пути. Мы взяли два других наиболее чувствительных клона и обнаружили, что вот в строме, так сказать, да, на слайде хуже видно, в строме выражена экспрессия в стромальных клетках, да, опухолевые клетки негативны при реакции с теми и теми антителами, то есть опухоль истинный эстроген негативная, но при этом вся машина, необходимая для, так сказать, вот экспрессии эстроген-зависимого пути, да, и ФОКСА1, и ГАТА3, она в опухолевой клетке присутствует, так что да, несомненно, это все-таки люминальный тип Б рака молочной железы. Но с клинической точки зрения, да, если мы посмотрим на эти опухоли, эстроген негативный, прогестерон позитивный получается, то это довольно, так сказать, обособленная группа пациенток, которая характеризуется молодым возрастом, и наша пациентка имеет 54 года относительно молодой возраст, высокая степень злокачественности, G3, и размер опухоли достаточно большой, да, не меньше С2, так сказать, мы попадаем в нее, то есть, в принципе, высокая частота ХР2 позитивных опухолей была 2+, СИЖ негативная, то есть, на самом деле, это, так сказать, вот этот классический, крайне редкий вариант эстроген негативного, прогестерон позитивного люминального типа Б, клинический это Т2Н2, и тогда возникает вопрос, а что с ней делать? Потому что, с одной стороны, мишени в ней, несомненно, нет для антиэстрогеновой терапии, с другой стороны, в Строме мы видим какие-то, так сказать, эстроген-позитивные эстромальные клетки, и она теоретически потенциально чувствительна, да, для хотя бы ингибиторов ароматазы, а с другой стороны, исходя из исходной стадии больной, вообще ей показана неоадювантная химиотерапия. Но и тут все сложно, потому что, к сожалению, в этой группе больных, которые не экспрессируют рецепторы эстрогенов, но экспрессируют, так сказать, другие транскрипционные факторы эстрогенного пути, вот эти пионеры, достаточно плохая чувствительность к химиотерапии, и если мы посмотрим, вот, по поводу FOX-A1, да, группа FOX-A1 негативная, так сказать, у нее, вот она сверху, у нее, так сказать, значительно хуже, у нее у FOX-A1 негативная, лучше выживаемость, чем у FOX-A1 позитивных больных. То есть, получается так, что те опухоли, которые полностью лишены эстроген-связанных генов, как рецепторов эстрогена, так и ГАТА-3 и FOX-A1, лучше отвечают на химиотерапию, чем опухоли, у которых произошла утеря рецепторов эстрогенов, но остались другие компоненты эстроген-зависимого пути. То есть, получается, что эти пациенты ни нашим, ни вашим, да, и потенциальная антиэстрогеновая терапия у них будет не очень эффективна, и химиотерапию этих же больных тоже не очень эффективна. И на самом деле, так сказать, сейчас совершенно непонятно, что делать с этими больными, хотя практически эта пациентка получила неоадювантную химиотерапию, и эффект ее пока что, так сказать, неизвестен, да, еще первичная точка не наступила для оценки ответа. Но, с другой стороны, возможно, что в будущем для этих больных, так сказать, будут эффективны новые модальности, такие как применение пальбоциклина, там с ингибиторами ароматаза, например, в комбинации или еще что-то. То есть, мы все-таки считаем, что мы должны уже на настоящем этапе уметь вычленять этих больных, которые, так сказать, будут кандидатами на какие-то новые модальности терапии, а не те, которые сейчас стандартно прописаны для этих пациенток. Ну вот еще один пример, так сказать, он несколько более сложный, потому что здесь в опухоли также Грейт-3, вообще, так сказать, морфологически чем-то похожий на лимфомы Беркета с огромным количеством метозов, апоптотических телец и макрофагов, которые их фагоцитируют. Мы обнаруживаем все-таки некоторую экспрессию рецепторов эстрогенов и прогестерона, при том, что эта экспрессия достаточно слабая, но в больше, чем в 70% клеток. То есть, очень высокий процент эстроген-прогестерон позитивных клеток, и опухоль ХЕР-2 негативная. Но что самое, так сказать, здесь удивительное, то, что КИ-67-18%. По идее, если мы, так сказать, поставим пороговое значение КИ-67 как 20%, да, между люминальным А и Б, это вообще должен быть люминальный тип А. Ну или, по крайней мере, так сказать, если 14, то люминальный тип Б. Но нас всегда смущает такая слабая по интенсивности диффузная монотонная гомогенная экспрессия любых, так сказать, антител, в том числе экспрессия рецепторов эстрогенов и прогестерона. И мы всегда задаем себе вопрос. Окей, так сказать, мы можем хорошо расположить по четверке маркеров эту опухоль в одну, так сказать, из-за молекулярных подтипов, но совершенно непонятно, а истинна ли эта экспрессия. Вдруг это ложная негативная реакция. И когда мы сделали, так сказать, вечного спутника до андрогены, ФОКС-1 и ГАТА-3, мы увидели полную отрицательную реакцию, так сказать, в этих клетках. КИ-67 больше 70%, выраженная экспрессия цитокератина 5-го. И в итоге, так сказать, нами эта опухоль была классифицирована как трижды негативный рак с базальным фенотипом. И в комментариях было написано, что вероятнее всего имеется ложная, отрицательная, слабая, фоновая, монотонная, гомогенная реакция, не экспрессия, а реакция с антителами к рецепторам эстрогена и прогестерона. И, так сказать, в дальнейшем вот эта пациентка получала неоадювантную химиотерапию с полным патологическим ответом. Так что, вероятно, как диагнозис хевантибус, да, так сказать, вот этот наш подход был правильный, потому что без, так сказать, вообще каких-то пионеров транскрипционных факторов эстроген-зависимый путь, он, так сказать, абсолютно не реализуется. И на самом деле, если мы посмотрим сравнение иммуногистохимического профиля, да, экспрессии, так сказать, вот эстрогенов и хер-2-нео и молекулярных сигнатур истинных, то мы обнаружим, что небольшой процент, не больше 5% имеет ложную позитивную экспрессию, судя по всему, рецепторов эстрогенов. И на самом деле биологически эти опухоли относятся к трижды негативному типу. И в нашей клинике, так сказать, для выявления вот этой вот подгруппы, да, которая как бы эстроген-позитивная, хер-2-негативная, мы, так сказать, используем активно ФОКС-1 и ГАТУ-3 и в дальнейшем, так сказать, делаем цитокератин пятый для того, чтобы, так сказать, не дезинформировать клиницистов. И последний пример, так сказать, у меня немножко позже, да, началась лекция, но я попытаюсь все-таки ее закончить чуть-чуть с небольшим опозданием. Значит, и последний пример – это опухоль Грейт-2, у которой мы не видим экспрессии, так сказать, рецепторов эстрогена, и мы не видим экспрессии рецепторов прогестерона, хотя в строме сохраняется, да, хер-2, так сказать, 1+, опухоль такая состоит из альвеолуподобных и скирозных, так сказать, структур с обильной азинофильной цитоплазмой, да, какой-то такой вот немножко апокриновый у нее вид, и формально КИС-67, так сказать, здесь был тоже порядка 20, не помню, точнее, врать не буду, вот, значит, ну, в общем, он не имеет значения, потому что при отсутствии экспрессии рецепторов эстрогена прогестерона и хер-2 негативной опухоли мы должны выставлять трижды негативный тип, независимо от уровня КИС-67. Но на самом деле, если мы посмотрим на трижды негативный тип рака молочной железы и обратим более пристальное внимание на КИС-67, то мы обнаружим, что трижды негативный рак может быть в соответствии с этим фактором разделен на два подтипа. Один подтип, ну, можно здесь и другой было порог поставить не 10%, как в работе, а там те же самые 15 или 20, в общем, картина существенно бы не поменялась, но 10% больше иллюстрирует вот эту группу, да. Значит, один трижды негативный рак абсолютно классический, ведет себя как агрессивные лимфомы, когда в течение первого года огромное количество больных, так сказать, погибает, но дальше риск смерти и риск рецидива резко падает у этих пациентов, и, в общем, те, кто выживают, да, до старости живут. С другой стороны, в трижды негативном раке, то есть эстроген негативный прогестерон негативный хер-2 без амплификации, существует группа с очень низким киш-67, которая ведет себя как индолентный лимфомы или как люминальный рак молочной железы. Фактически, внутри трижды негативного рака существует аналог люминального рака молочной железы по клиническому течению. И при сравнении в этой же самой работе, да, трижды негативный рак, мы видим, что люминальный тип А занимает 2% в иммуногистохимическом трижды негативном раке. И, опять же, вычленить этот подтип нам позволяет исследование ФОКСа-1 и ГАТА-3, которые дали выраженную диффузную экспрессию, полное отсутствие экспрессии базальных маркеров, и при этом здесь, так сказать, спутник люминального рака, да, рецептор астрогенов, андрогенов, прошу прощения, и это классический молекулярный апокриновый подтип трижды негативного рака молочной железы, который с молекулярно-генетической точки зрения и по особенностям клинического течения, в общем-то, является аналогом люминального типа рака. Но другой вопрос, что он, так сказать, не чувствителен к антиэстрогеновой терапии, к сожалению. И если мы, так сказать, сравним молекулярно-генетические сигнатуры с иммуногистохимическими, то как минимум из этой, так сказать, таблицы мы увидим, что они не всегда совпадают. Я думаю, вы их легко прочитали, так сказать, те области, где они не совпадают. И вот в нашей ситуации, да, трижды негативный апокриновый рак, совершенно непонятно, какую сигнатуру он имеет. Он может быть иллюминальным А, иллюминальным Б. Вот, и мы, так сказать, конечно, все очень внимательно ждем результатов клинических трейлов по молекулярно-апокриновому раку. Во многих уже набор закончен, но результаты еще не опубликованы. Возможно, для него, так сказать, тоже будет какая-то специфическая антиандрогеновая терапия. И очень важно, так сказать, понимать, да, что, несмотря на то, что, так сказать, мы сейчас очень много обращаем внимания, так сказать, на биологические свойства опухоли, которые становятся ведущим фактором, определяющим конкретный вид терапии рака молочной железы. К сожалению, иммуногистохимическое исследование далеко не всегда, по крайней мере, в классическом варианте, позволяет корректно определить вот эти вот биологические типы опухоли. И на самом деле, иногда, так сказать, иммуногистохимический фенотип, который мы получаем, и истинный биологический профиль экспрессии совершенно разный, и план лечения для них абсолютно не совпадает. И мы считаем, что рутинное добавление, так сказать, к панели из четырех наших, так сказать, белков, да, рецепторов строген, прогестрон, хирдвайки, 67, добавление еще трех, андроген, фокса-1 и гата-3, позволяет лучше соотносить наш суррогатный фенотип и истинный биологический тип опухоли. Спасибо за внимание. Продолжение следует...